Вы знаете, уникальное место. Видите девятиэтажку? Киплынь идет от города, а с этой стороны не замерзающая ни сеть. Здесь не бывает не то, что 40, 35 не бывает. Это уникальное место. И причем все остальное, что надо. Достаточно сквозь климат, не считай последнего года. Ну, здесь-то должно расти. Это лучше, чем у меня даже. Что вы думаете? Смотрим. На всех деревьях купил эту долбаную, я уже другое слово не подберу, долбаную-долбаную клей-клейлов, которые должны ловить тараканов, мышей, а эти подлинники-народишко-торговцы придумали, что он спасает от муравьев. И загубили по России миллионы деревьев. Это сейчас стало главным бессием. Вот конкретный пример. Он все деревья намазал. Видите? Вторая причина у него, вот когда вот сюда я пальцы опускал, вот тут стояли лужи, еще недели раньше, тут снег таял, и промерзшая земля была. Все недели раньше, когда я первый раз к нему попал, я туда ладонь засовывал целиком, в воду. Но это еще яблони, она терпит. Но смотрите дальше. Я ее беру. Она же вот, все это уже гниет. Я ему сказал, берете растворитель, берете керосин, что угодно. Оттирайте пока не поздно, может спасет. И, учитывая, что уже кораль подгнила, я делаю сильнейшую обрезку. Вот тут я сказал, я тебе обрезку сделаю. Вот это моя работа. Смотрим дальше. Вот это вот опять, тут все гнилое. У него саженцы молодые были, тут плохо видно, вот, привиты почкой, так. А раз привиты почкой, значит, подвой у них вегетативный, вы понимаете. То есть, корневой шейки нет, это палка, и он гниет уже. Он у нее начал гнить, а здесь ямка. И опять здесь стояла лужа на тот момент. Ну, не было фотоаппарата, а он неделю на рыбалку уехал. А когда вернулся, уже подсохло. А то было нагляднее. Смотрим дальше. Пришлось мне, бедному, резать, резать, оставлять вот этот пенек сказать. Вот это выкапываешь. Шанс почти есть. Так. Делаешь холм. И садишь уже на холм. Вот. Может быть, еще спасется. Потом, значит, он пытался при мне, это, секатор у меня в руках, говорит, отрежьте мне вот эту ветку. Я говорю, зачем? Это же будущее крона. Как крона? Говорю, вот так. Зачем ее отрезать-то? А многие, кстати, считают, что она никогда плодоносить не будет. Чушь собачья. Вот бит в башку и все. Так же обмазано клеем. Но здесь дерево покрепче, потому что оно более задубевшая кора. Может быть, оно еще поживет. Когда такие ветки выбрасывают, значит, это сигнал неблагополучий. Неблагополучий вот отсюда. Потому что это дерево было труднее убить. И ямки нету. Оно еще поживет. Вот это дерево у него, видите, смотрите, везде уже солнышко, оттаивает. А он взял, тут запад. Вот тут. А тут юг. И с той стороны, и с той стороны оно фактически в тени. Когда оно в тени, оно не погибло. Оно дало просто жалкий скелет, которому не хватило солнца, видите. Тянется вверх. Оно даже цвести собирается. Но он его фактически уже угробил. Опять обмазал. Теперь следующее дерево, видите. Мне пришлось его так же обрезать, по принципу, и спасая. Вот после этой обрезки на новом месте, может, еще поживет. Вот это дерево он тоже изувечил. Вот оно. Опять этот клей. Как бы это. Вот если бы на стране хоть давали бы трибуну, чтобы миллион людей. Не вот вы 500 человек за неделю. А может и меньше. А 500 тысяч, чтобы увидело. Чтобы я громко на всю страну. Никто больше не говорит об этом. Сказал. Спасайте свои деревья от того, кто ищет, кто успеет. Вот. Вот это все. Убирайте эту клей. И не мусите. И муравьев это все дурь. Муравьи нападают только на деревья больные. Ну, как нападают? Больное дерево служит пищевой цепочкой. Больное. Здоровое дерево не служит пищевой цепочкой. Только через плоды. А больное через листья. А люди этого не знают. И вот как это. Где эта трибуна, чтобы об этом узнали миллионы. Ведь торгаши же торжествуют. Продавая на верную смерть. Хоть бы кто-то догадался. Но обмотай ты это. Если уж ты ненавидишь муравьев. Но обмотай ты это самое. Вначале штампа. Потом поверх уже наноси. Но не на живую кору. Вот это дерево. А я вас спрашиваю. А эти ветки отсохли или просто мешали? Он говорит, мешали. Теперь он говорит. Давайте Константинович вот эти отрежем. Я говорю, ну что, доигрался. Вот здесь вот. Если хорошо приглядеться. Смотрите. Вот это место уже мертво. Кора мертвела. Вот здесь тоже. Ток. Как сказать. Транспортные артерии уже. И у этого дерева. Вот видно, что он мертвел. Правильно? Вот. И у этого дерева. Благодаря вот этой страшной ране. То же самое. То есть, этому дереву уже обречено. Но оно в нижней части выбросило запасные ветки. Они уже не запасные. Это будущая крона. Разве можно их убирать? Ну раз уж ты убил дерево. Но не всё. А ещё там бы что-то осталось. То будь добр. Дай вот этим расти. Так я ему объяснил. И вам объясняю. А доль началась с того, что он здорово ветки отрезал. Кто его научил? А, ну да. Ясно кто. Вот. Здесь тоже язвы. Вот эти раны никогда не заросают. Нет, это самое. В Сибири у нас они никогда не заросают. Никогда. Остаётся страшная язва. Эта язва делает дерево слабым. Вот эта ветка, которая смотрит в бок. И вот здесь уже теряется прощность. Почему бы? Ну вообще вот это всё превращается в сплошной гнойник. Так устроила природа. Нельзя делать ветки. Поверьте, сухую ветку бы оставь. Она была бы более живая. Но раз уж получилось что отрезать. Допустим, она высохла. Живой вообще нельзя терять. А сухую, ну оставь пенёчек хотя бы сантиметров 20. Он не так болезненно будет. Вот видите. Погубил дерево. Сам своё. Взять вот это всё обмазать, да. Чтобы оно сгнило. Вот это всё он замазал. Как не понять, что там кора под клеем сгнивает. Вот такой сад. Ещё не весь. Ну здесь что получилось? Опять он выбрал место, где вечная тень. Ещё одно место выбрал. Вечная тень. Даже не задумываясь, где садить. В школе надо изучать. Есть фотосинтез. Есть солнечная батарея. Лист это солнечная батарея. А где оно солнце-то? Вот так вот. Ещё одно сгнил дерево. Ещё одно дерево его это фактически угробил. Но это разве дерево? Это породия. Посмотрите, ветки начали отсыхать. Видите? А почему? А причина вот она. И в ямку посажено, только плохо видно. И это уничтожил кору. Вот она гибнет. Вот она, любите. Что я сделал? А, кстати, это ещё одно. Видите? Опять уничтожил. Своими руками сад уничтожил. И, наконец, и это обмазано. Вот. Вот это чтобы мне напоминало. Растворитель, растворитель. А здесь всё. Здесь привито всё на этот. Почему ему не гнить? Корневой шейки нет. Вот. Замазал всё это. Вот всё. Дерево, считайте, уже инвалид. Чего не спасти. Вот это я ему посоветовал спасти. Как? Я ему лично отрезал. Вот так вот и сказал. Пересаживай. Вот. Потом я подумал, подумал. Посмотрел. У меня не выживет. Тогда резонул ещё раз пониже. Две-три почки пойдут в рост. Может ещё спасёт. Это ямка. А здесь вообще ямка, знаете, какая была? У меня туда целиком ладоль вертикальная влезла. И вот так вот. До сих пор она была в воде. Я ему говорю, суй туда руку. Ну, это взросло. Она же вот такая глубокая, глубокая. Ну, понятно. Да здравствует это учителя, кто в ямке учится один. Вот научили. Дерево было, дерево нет. За что деньги выбросил? Вот это приличное дерево из тех старых деревьев, которые, чёрт знает, когда посадили. Но зато они съедобны. То есть сада нет. Вот мой вывод. Вот так вот растут вишни. Вот эти ветки совсем немного свешиваются по моему сторону. Ну, немного-немного, но их тысячи этих, получается, плодов перевешиваются на эту сторону. И результат. Собрать их невозможно было. Все расщёлканы. Вот. Всё это должно было пойти в науку. То есть вот я вам показал тогда три этих. Три банки, да? Вот. А можно было собрать 30 таких банок. А если очень постараться, 100 банок. Вот. Никому не надо. Вот в одном месте и в другом месте. Видите, сколько добра. Вот. Каждая семечка может стать. В общем, можно возродить сады. Вот горькая правда. А это абрикосы. Вот они тоже расщёлканы. В одном месте и в другом месте. Это то, что я не дособирал. Не хватило терпения. Висели до самой зимы. Уже никто и не собирал. Вот. Колновидная яблоня в моём саду. Я ими перестал заниматься. Практически бесперспективно. Одно хочу сказать. Но если уж вот так вот две почки пошли обе в рост. Зачем мне его не стяжать? Ведь я должен был вот эту ветку целиком отрезать. Вот эти ветки целиком отрезать. Ну и где бы она плодоносила. Запоминайте. Вот это всё. На юге может год-два поплодоносить. Вот здесь вот. Видите. А у нас они, как правило, мертвы сразу становятся. Ну, пару яблочек, тройка, всё. А вот боковые ветки плодоносит. Но для этого их не надо трогать. Самая большая дурь, когда торгаши, чтобы... Присылают вам, когда закажете колоновитку, даже яблочек. Они в природе есть. Они в природе есть. Они вам обязательно отрежут боковые ветки. Скажут, они вам не нужны. Искалечит дерево. Вот. Ну и вопрос мне задали. Нет ли у меня саженцев колонн? Нету. Не хочу вам голову морочить. Вот ещё одна колонна у меня. Видите. Просто интересно получился штамп. Вот здесь, если приглядеться. Вот здесь, видите. Отмерзает. Когда отмерзло, пошли ветки. Одна, вторая, третья, четвертая. Вот это. Вот. И я сейчас дуру должен их отрезать. Поверьте, это очень располошенённый совет. Вот. Запрет на обрезку. Это тоже сейчас будем на сегодня заканчивать. Хотя мы, в общем-то, не всё рассказал. Но у нас ещё будет много вебинаров. Вот. Когда почка берётся с боковой ветки, когда прививается, её удаётся с трудом выпрямить. А дальше головная боль. Она, специально говорю, это же мой сад. Она вот растёт, как желает. Она же боковая. У неё своя программа была. Выпрямили. Нажда расти вверх. А дальше, по науке, я должен всё это отрезать, да ещё на кольцо. Вот. Кто летом видел фотографии, они плодоносили. Вот эти ветки. Уже глупость. Так. Вот. Как бы сказать-то. Хочется, чтобы вы оставили дерево в покое. Раз уж изувечили дерево, выпрямили ветку, мы уже поступили нехорошо. Прививка – это страшная рана. Это болезненное приживание. Почки расположены хаотично. Это не сеянет. Ну и пусть себя растёт, как растёт. Оставьте его в покое. Фундук, фундук, фундук. Наконец-то решился я. Застратифицировал. Сергею некогда. Вот всё, вот только вот столько. Фундук, фундук. Вот. А я остановиться не могу Потому что фундук это ценнейшее Это как кролик 3-4 килограмма Ценнейшего диетического мяса Так вот Согласитесь, что если это выросло В моем саду, да, смотрите Вот Полноценное Два дерева Помельче Лещина и покрупнее фундук Посмотрим Это знаете, как шелкуется Одна из вас, дама Которая наверняка меня слышит Знаете, что она мне написала Помните, как было это Полцарство за коня Лозунг Вы мне саженец вырастите Я 10 тысяч отдам за него Я никогда бы не взял С такого человека, с любого 10 тысяч Да Я не такой жлоб Но я ей долго объяснял, что Я уже обжегся Когда вырастил, а продать не мог Никому не нужны были А тут друг человеку понадобился Саженец и готов заплатить 10 тысяч Ладно Так же фундук Нужен, не нужен Посмотрим Зимняя теплица Сергей пообрезал чертовой матери эти персики На черенки Вот я растил, растил Я здесь посадил Однолетки Сеянцы Так Вот И Когда пришла зима Совершенно сухая почва 300 рублей даю Соседке По красному хутору Говорю Натаскай туда снегу Зачем? Сам не знаю Может быть и так бы обошлось Но я Привычка сработала Я ей сказал Натаскай туда снегу Она натаскала Посмотрим, что будет Им пойдет весной третий год И на некоторых цветочках есть Посмотрим, что будет Цель такая В благоприятных условиях Плоды должны укрупниться А Вот доказательство тому Это Судовод Солома Сахалина Который Укрупнил мои Маджорские Ой, мои Охранские персики В 3-4 раза Вырастил в теплице Тут у меня зачесали Сколок Ладно, идем дальше Вот это вот Биологическая несовместимость Я патологоанатом Я ничего на веру не принимаю Вот это разновидовые Прививки Вот так они выглядят внутри Просто Без деталей Чтоб вы знали Когда у вас погибает дерево Берете секатор Понятно, да? А потому что это Это надо знать Вот Вот эти Цветы Никогда не обрывайте Они сами Отварятся Редчайший случай Один из тысяч Когда повесит плод Просто не лезть Сам вообще образуется А вот это Частое Очень явление Почему? Потому что Любой почке Двойное назначение Она же И цветочная У нее есть гены И цветов Есть гены Ростовых веток Она выбирает Что ей лучше Да есть возможность Нормально расти Будет расти ветка Изувечили А ведь это Изувечины Черенки Значит Постарается дать урожай У нее ничего не получится Но с инстинкт Продолжение рода Срабатывает И не надо этого бояться Вот А все Помните То Этот самый Ту даму Которая Вырастила И сказала С восторгом Вот у нее Первом году Жизни заложили Помните Да Заложили цветы И какие у нее Оказывается Скороплодные Как будто она И на второй На третий год Даст урожай Черт из два Ни на второй Ни на третий Просто Первое Что она увидела Сделала Неправильный вывод И давай тут Трещать На всю Россию Так Это Сейчас уже поздновато И так все расцветкает Но И в феврале Я проверял Было 40 градусов Замерзает Не замерзает Это один из способов Проверки Вот это Вот Тот самый Многоважаемый Мной Якобы Жирующий Побег Я вам показываю Причину Еще раз Показываю Потому что Дураков Хватает Вся ветка Вылеза Снизу Показываю Видите Дерево Больше 30 лет Это у меня Ему давно Пора помереть Она не хочет Помирать Как она Не хочет Помирать Там Вверху Уже половина Веток Отсохла Выше Так Вот как Тот дерево Вот залит Посмотрите Видите Я ветку Обрезал Сухую Вот Видите Рана Вот Еще живы Посмотрите Процесс Восстановления Даже когда Кора Вот так Отлетает Смотришь Там Молодая Кора Не смерть Это Но тем не менее Вот это Очень красноречиво Вот здесь Страшнейшие Морзобойны Так Страшнейшие И дерево Решило Что сюда Рассею Уже Бесполезно Оно Дает Запасую Крону Страшный Сон Вам тут же Любой скажет Из тысяч авторов Отрезать А вы этого Делать не будете Так Это Манжурский Абрикос Сениц Почему без центрального Корня Я их использовал Вот так Смотрите Еще пару минут Вот это Я Сижу И делаю Прививку За столом Она конечно Уступает Прививке На месте Когда укорененная По качеству Это понятно Но обратите внимание Что все таки Довольно прилично Корнее Видите Сейчас я пробегусь Побыстрому Видите Видите Вот Вот так еще Можно чего-то добиться Варбу Горкова Здесь вода Макать Каждый раз Макать Макать Рану То есть Кососерез Или клин Пленка Та самая Вот она Которую Продаю Но первая Слабовато Так Вот И Сам Черенок Очень Важно Отрезать Так Чтоб Вот эта Часть Самая Ценная Шла На Прививку Заметьте Не середина Ветки Не выше Ветки Вот И еще Вернусь Обратно И Двое время Истекло Два часа Ровно Прошло Смотрите Почему Вот такие Вот берутся Значит Это не в хорошей жизни Просто Вот Сергей Вырастил Да Один год Вот А у него Не купили И Столько Привить Невозможно Потому что Привешься Опять не купят Тогда он Берет Это горькая Правда И пересаживает Эта пересадка Он Задерживает Рост Но При этом Не серживается Центральный Корик Он когда-то Отрастет Но потом Это еще По-божески Но именно Этот способ Специально Называется Пикировка Использует У него Это вынужденная Мера Ну как Ну Мне ноги Не позволяют Становиться На колени Вот Видите Я вынужден Сидеть Да Здесь Достаточно Земли Корни Как видите Вот так Вот Это Компромисс Между Халтурой И Качеством Качество Это Я вам показал Сергея Который Привает Прямо На земле Вот Это Самый Прекрасный Растоп А это Как бы Компромисс В общем Я все еще Заканчиваю Тему Привок И никак Не закончу Ну На сегодня Все Два часа Прошло Я рассказал Я рассказал Где-то Две трети От того Что Собирался Сегодня Ничего Вот Сейчас Мы переходим К вопросам Ответам И будем Ждать Следующего Вебинара Как Говорил Рабинович Не дождетесь Ясно Так Антон Валерьевич Если вы не слышите Меняем Страницу А я На кухню Так Ну Обычно В таких Случаах Уже Перерыв Пять минут И будем Продолжать Еще